Говорим о том, как их корабли борозят восторг Вселенной. Может быть стоит представить, в общем Виталий Егоров, блогер известный в интернете под именем Зеленый Кот, сотрудник российской частной космической компании Davoria Airspace, создатель пабликов Curiosity Mars и открытый космос ВКонтакте. Там есть и другие, но это в общем основные. Общий популяризатор космонавтики. Как оказалось в России популяризация космонавтики такой дефицитный продукт, что в общем моя деятельность оказалась востребована. Итак, начнем. Когда я запустил себя сообщение о том, что буду рассказывать про отечественную науку в космосе, мне сказали, что будешь рассказывать о том, как у нас все тоскливо. Такое впечатление может сложиться, если пытаться по нашим новостям следить за успехами нашей космической науки. Но сразу я поправлюсь. Реально вместить все в одну лекцию, все, что делает наша наука, невозможно. Поэтому я расскажу о беспилотной науке, потому что есть еще пилотируемая наука, наука, связанная с космонавтами, которая делается на Международной космической станции, которая делалась до этого на станции МИР. И там еще более огромный пласт научной деятельности, который, наверное, больше, чем то, что расскажу я. Но там совсем другие направления. Там в основном изучается как раз биология человека в космосе или в принципе биология в космосе. А у меня будет как раз исследование самого космоса космическими средствами. То есть мы не будем говорить про телескопы. Ну почти не будем говорить про телескопы на Земле, а поговорим как раз про телескопы в космосе. И первый телескоп, который у России летает в космосе, о котором мы поговорим, он же в общем и последний. Это радиотелескоп «Спектр-Р». А «Радиоастрон» — это международный проект, важная часть которого — это наш спутник «Спектр-Р». В общем, «Радиоастрона» как проекта без нашего спутника не было бы. И вот в чем проблема. Его разрешающая способность в принципе, по-моему, или в тысячу, или в миллион раз выше, чем у телескопа «Хаббл». Но про него почти никто не знает, потому что он ведет свои наблюдения в радиодиапазоне. Во-первых, он может далеко не все увидеть, и во-вторых, то, что он видит, далеко не так красиво, как на снимках «Хаббла». Поэтому про «Радиоастрон» очень мало. И все его новости, в общем, которые на нем выходят, их очень сложно прочитать, еще сложнее понять, и еще сложнее рассказать о том, что он находит. Поэтому он реально, это реально гордость, но про него почти никто не знает. Ну, кто-то знает, конечно. Но, в общем, не так, как «Хаббли». В чем его крутость? В чем его преимущество по сравнению со всеми остальными средствами исследования космоса в радиодиапазоне? Есть для радиоастрономии освоена технология, так называемая радиоастрономия со сверхдлинными базами. В чем суть? Если мы пытаемся наблюдать что-то, чем-то, каким-либо телескопом, то у нас возможность этого телескопа увидеть что-то вдалеке и отличить, отличить, скажем, одно от другого, то, что называется разрешением, оно зависит от двух показателей. Это длина волны, в которой электромагнитного спектра, в которой мы наблюдаем этот какой-то объект, и диаметр зеркала, в котором мы собираем поступаемый свет или поступаемое излучение на какой-либо длине волны. И проблема с радиоастрономией в том, что длина волны фактически гораздо больше света, и получается для того, чтобы достичь в радиодиапазоне телескопу разрешающей способности человеческого глаза, а человеческий глаз очень плохой оптический прибор, и любой бинокль, достаточно простое устройство, значительно превыше, ну, обеспечит более высокое разрешение на дальности, а чем больше диаметр зеркала, соответственно, тем дальше. Так вот, чтобы в радиодиапазоне возможности телескопа достигли возможности человеческого глаза, нужна тарелка диаметром в 100 метров. Это самые большие телескопы с подвижной тарелкой. По-моему, это не самый большой 140 метров, а до недавнего времени были как раз самые большие, вот в 100 метров. Соответственно, чтобы как-то преодолеть эту проблему, этот предел, ну, был известен телескоп Айсиба, у него диаметр 300 метров в тарелке, но эта тарелка лежит на дне вулкана, в кратере вулкана, и ее невозможно управлять. То есть, вот как она идет, земля вращается, что-то там эта тарелка видит в небе, вот то она и наблюдает. Его подвинуть и посмотреть, что-то в другом месте невозможно. Данную проблему решили оригинальным способом. Если взять две тарелки и программным способом объединить данные, которые поступают на каждую из них, то мы получим изображение, наблюдение там в каком-либо диапазоне, в таком виде, что как будто мы наблюдали тарелкой размером в расстоянии от одной тарелки до другой. Вот то, что называется как раз радиоинтерфорометрия со сверхдлинными базами. Соответственно, чем мы дальше поставим раз-две тарелки, тем будет выше наблюдение, выше разрешение того, что мы наблюдаем. И естественным логичным пределом такого средства исследования стал диаметр Земли. То есть мы ставим одну тарелку с одного края Земли, другую тарелку с другого, ну, с другой стороны. Пытаемся смотреть куда-то в одну точку, и вот диаметр Земли, фактически равен диаметру той самой условной тарелки, с которой мы наблюдаем, и выше, находясь на Земле, мы уже выпрыгнуть не можем из этого предела. И здесь как раз появляется радиоастрон, который выступает той самой второй тарелкой, и он уже за пределами Земли, и он улетает очень далеко, почти до Луны. И мы получаем условную тарелку диаметром в десятки тысяч километров, в десятки сотни тысяч километров. И это позволяет наблюдать, опять же, в радиодиапазоне такие объекты, которые просто невозможно было наблюдать никаким другим способом Земли. И поэтому, почему проект как раз международный, ну, здесь я так условно нарисовал, то есть вот одна тарелка стоит радиоастрон, тарелка одна, да, да, какой-то объект астрономический, радиоастрон наблюдает другой. Цент был маленький, у него 10 метров диаметр тарелки, но если мы сойдем в одно с другим, то мы получим разрешение гораздо выше, чем если бы мы наблюдали каждой тарелки по отдельности. И в результате вот сравнение возможностей. Вот здесь наблюдается один и тот же источник в радиодиапазоне, это Квазар, вот с таким непроизносимым названием. Вот серия снимков идет, которые были сделаны американской сетью, как раз наземной сетью радиотелескопов, и снимок того же самого объекта с использованием радиоастрона. То есть мы видим, что разрешение возрастает на порядок. То есть здесь мы видим такое некое большое пятно, а наблюдая с использованием спектра R телескопа, мы уже получаем гораздо более узкую точку и можем наблюдать некие подробности уже с более высокой детализацией. Ну, вот опять же я говорю о возможностях радиоастрона. Уникальное наблюдение, невозможное никакими другими инструментами и средствами, ну вот кого привлечет вот это, это пятно. Хотя это реально гигантская черная дыра, которая выбрасывает джет на религийских скоростях, то есть вещество вылетает. Сейчас мы его посмотрим получше. Это как раз съемка Хаббла. То есть вот из каждой, фактически от каждой черной дыры, которая поглощает какое-либо вещество, с двух сторон, с двух полюсов отлетают такие джеты. В принципе они у любого объекта, такого достаточно массивного, там нейтронная звезда, пусар, есть такие джеты. В зависимости от мощности этого объекта, от его массы, от того, как много вещества он притягивает, и как много вещества вращается вокруг него, чем мощнее черная дыра получается или другой объект, тем мощнее у него джеты выбрасываются. И в общем считать, это все другие галактики. В Млечном пути тоже такое есть, но, скажем, если бы Земля попала под такой джет, в общем мы бы уже здесь не сидели, нам бы даже стены не промомлили. Но пока все это происходит далеко, в миллиардах световых лет, далеко и давно. Поэтому мы можем продолжать жизнь, исследовать это и слушать меня даже. Вот, примерно вот так, в представлении художника, я думаю, вы все узнали, какого именно художника, точнее какого фильма художника выглядит сверхмассивная черная дыра. Вот здесь как раз мы видим вращающийся диск вещества в экваториальной плоскости, а джеты, соответственно, отлетают с полюсов. Просто почему я так много про них рассказываю, мы еще не раз за это время о них вспомним. И следующее исследование тоже про радиоастрон. Вот это его наблюдение уже черной дыры не далекого квазара, а черной дыры, ближайшей к нам, сверхмассивной, черной дыры в центре галактики Млечный путь. И здесь, в общем, тоже какое-то пятно, в общем, непонятное. Я пытался выжать из ученых какое-нибудь внятное объяснение, что они там увидели. В общем, они написали вот столько, понял я из этого два-три слова, но постараюсь это пересказать. В общем, в чем суть? Когда мы смотрим на сверхмассивную черную дыру, как мы уже видели и в фильме, и на снимках, вокруг вращается большой сгусток вещества. Там пыль, газ. И сквозь него посмотреть мы не можем. Ну, там в оптическом вообще не можем. То есть все закрывается даже на далеких подступах. Там в инфракрасном диапазоне мы можем чуть глубже вглядеться в это облако чуть в радиодиапазоне. Мы можем подобраться вот совсем близко-близко к нему, но даже в радиодиапазоне вот это вращающееся вокруг черной дыры вещество, оно будет размазывать то, что мы наблюдаем, то изображение, которое мы наблюдаем. А ученые, наблюдая, по крайней мере, в радиодиапазоне, больше так они не могут увидеть что-то там серьезнее, но их там очень интересует яркость черной дыры. А яркость означает, с какой интенсивностью черная дыра поглощает вещество и какой массы она, собственно, массу имеет. И там просто хитрость с этим яркостью есть в том, что ученые теоретически рассчитали с точки зрения наших знаний о Вселенной, какая яркость должна быть у черной дыры. И вот как раз сейчас радиоастрон исследует, там последние 4 года он летает, вот последние 4 года исследуя Квазары, он замечает, что у некоторых яркость выше, чем вписываются в современные представления о фактической физике Вселенной. То есть он находит такие вещи, которые ученые пока объяснить не могут. И это как раз очень важно. То есть когда мы находим что-то, чего мы не знаем, и начинаем это наблюдать, начинаем понимать, ну не мы, конечно, а ученые, но люди, в общем, они как раз подбираются к тем участкам, скажем, тайм Вселенной, тайм природы, которые ранее были неведомы, и которые потенциально открывают новые знания и новые представления, новое понимание того, где мы вообще живем. Так вот, радиоастрон позволил максимально, скажем, близко приблизиться к черной дырек, пониманию того, что находится в центре «Галактики Млечный Путь». И вот здесь то, что мы видим, такие неровности, как раз неоднородности, то, что у них было написано в пресс-релизе, это такой эффект, как, например, мы смотрим на светящуюся фару через дождь, или там через туман. И вот эти неровности, которые там возникают, то есть мы видим, как некое светящееся пятно. И если определить характер этих неоднородностей, через которые мы наблюдаем светящийся объект, и математически, скажем, их вычислить и вычлинить, мы уже сможем гораздо яснее видеть, что мы видим за этими неоднородностями, и лучше представлять там и диаметр черной дыры, и ее яркость, как раз то, что более всего интересует ученых. Поехали дальше. Вот эта космическая международная обсерватория «Интеграл», она наблюдает Вселенную уже в жестком, в рентгеновском и гамма-гиапазоне. Ну, гамма-лучи, наверное, все слышали по поводу радиации, там все такое поддействие. Вот эти лучи прилетают отовсюду из космоса к нам, не только из Чернобыля. И нам везет то, что у нас очень плотная атмосфера, и от большей части гамма-излучения она нас защищает. И чтобы наблюдать источники, гамма-источники, которые находятся в космосе, нам надо как раз обсерваторию наблюдающих вывести за пределы околоземных, ну, в общем, за атмосферу, то есть в космос. Но я не случайно сказал, что это международная обсерватория. Ну, мы же говорили, я говорил, что у России только один спутник, оказывается, не один. Если быть точным, у России 25% интеграла, потому что 25% его рабочего времени нам выделили, строили спутник не русские ученые, не российские, строили его европейцы, но Россия дала ракету «Протон», которая вывела этот спутник, и за ракету нашим ученым дали возможность поработать вот 25% рабочего времени интеграла, они принадлежат русским. И русские уже, российские ученые, как раз делают с помощью этой обсерватории открытие, ну, в общем, они все равно считаются общими, потому что те европейцы, которые делали этот прибор, они все равно входят в соавторов наших исследований, просто потому что они его сделали. он наблюдает, как раз я сказал, как я сказал, в жестком рентгеновском диапазоне и гамма. Вот так выглядит фактически наше небо в жестком рентгеновском диапазоне, если смотреть из космоса. Если мы будем с Земли смотреть, мы даже этого не увидим. Но если смотреть из космоса, вот разные источники рентгеновского излучения, они достаточно единичны, достаточно редки для просторов Вселенной, для избытка там звезд, которые есть. Но это как раз, это не звезды, это более какие-то интенсивные, мощные источники излучения там. Либо пульсары, нейтронные звезды, черные дыры. То есть все вот это, это что-то мощнее, чем простая звезда. Что-то, ну, мощнее звезды по-разному бывают и взрываются сильно, но это более массивные объекты, которые фактически на поверхности которых происходят более серьезные, более интенсивные события, ну, по большей части, то, что мы можем называть там термоядерными взрывами, это, конечно, гораздо мощнее там. Обычная звезда термоядерной реакции и все остальное. А здесь происходят какие-то более интенсивные реакции. И второе, общая карта того же нашего неба, но уже в гамма-диапазоне. То есть вот это, то, что мы видели, такую плоскость, на предыдущем слайде и здесь, это как раз плоскость нашей галактики, которую мы видим, и в оптическом диапазоне она, в общем, существенно мешает наблюдению космоса. Но здесь вот как раз мы можем видеть, что самая большая жесть творится у нас, чем у черной дыры в центре галактики, но и по окрестностям тоже есть какие-то источники гамма-излучения. но как раз про гамму мы еще поговорим. Гамма-излучение еще интересное тем, что есть просто излучающие некие объекты, которые просто излучают, ну, например, ну, просто. черная дыра поглощает вещество, разогревается, все, что вокруг него столпилось, разогревается, до очень интенсивных температур начинает излучать во всех диапазонах, в том числе гамма. Это один тип гамма-источников, который фонит, скажем так, в постоянном режиме. Есть во Вселенной еще другие типы событий, связанные с гамма-излучением, так называемые гамма-всплески. До конца пока не понимают, что там происходит, но это некая очень краткосрочная, буквально события там в считанные секунды события, но при этом самое яркое вообще во Вселенной. То есть, если в этот момент, в эту точку смотреть там телескопом, он увидит вспышку и интенсивность света ярче, чем что бы то ни было вообще светящиеся во Вселенной. Но проблема в том, что это происходит в считанные секунды и нет возможности, и мы не знаем, где это происходит, нет возможности смотреть в то место, откуда придет этот всплеск. Но сейчас, правда, появляется большое количество автоматических обсерваторий на Земле, которые, в общем, наблюдают в постоянном режиме. По большей части они ищут там оптических, то есть просто которые снимают фактически то, что мы знаем под названием телескоп. Они снимают все небо в поисках там, по большей части это космический мусор, либо астероиды, кометы, но иногда им удается заснять вот такие всплески. Вот где-то, по-моему, полгода назад была новость о том, что российская сеть таких телескопов Мастер как раз зафиксировала всплеск. Ну, то есть он в гамме интенсивно светится, но он и в оптическом диапазоне виден, и его умудряются засечь обычными телескопами. И здесь как раз задача в том, чтобы засечь обычным телескопом и поскорее на это место перенаправить какой-нибудь гамма-телескоп, но, скорее всего, чаще всего интеграл. Есть другой эксперимент на... Это здесь как раз уже результат международного сотрудничества. Аппарат NASA ВИНД летает с 94-го года и на нем стоят два прибора российских конус. Вот можно увидеть такой объект, ну, извините, но он на стакан похож. Вот один стакан, один конус в одну сторону, одну полусферу регистрировали, второй конус с нижней стороны вторую полусферу регистрируют. У него разрешение невысокое, но при этом он может обозревать практически большую, ну, фактически полусферу наблюдая, то есть любой гамма-источник, гамма-всплеск, он успевает зарегистрировать. И здесь как раз с гамма-всплесками вот примерно так в момент регистрации выглядит наблюдение гамма-всплеска. То есть сначала дикий пик излучения регистрированного и потом по стихающей. Считается, что вот такие гамма-всплески возникают, когда происходит некое во Вселенной, некое интенсивное событие, там, как минимум, взрыв сверхновой или там вообще столкновение черных дыр, столкновение нейтронных звезд, но не просто столкновение само по себе, а в момент столкновения, как мы видели у квазаров и, в принципе, у черных дыр, в момент столкновения от сталкивающихся объектов отлетают те самые джеты. И вот они настолько интенсивны, и почему редко очень наблюдается. Где-то что-то постоянно сталкивается, но вот тот момент, когда этот джет наиболее интенсивный и просто тонкий, как спица, пролетает, миллиарды световых лет и достигает Земли, вот на Земле как раз регистрируется как громовсплеск. Нам везет, просто потому, что это происходит в других галактиках. До нас такого не добивало, то есть до нас добивает, но уже достаточно слабой интенсивности. Но при этом, несмотря на то, что добивает слабой интенсивности, и в общем мы на Земле фактически никто там, биологические существа никакого никак не реагируют это и не чувствуют фактически. Но при этом датчики, которые регистрируют эти всплески, они просто зашкаливают. И не теми датчиками, которыми можем смотреть в небо, невозможно измерить интенсивность этой вспышки. То есть мы понимаем, что она очень интенсивна. Насколько? Очень долгое время не понимали. Но тут повезло, как раз оказалось, тогда еще летал российский аппарат Коронос, это 2004 год, по-моему, да, 2004 год, и получилось так, что на нем стоял такой датчик, и вот на винде стоял такой датчик, конус-винт зарегистрировал вспышку, вот она пришла к нему, а Коронос в это время был в теневой стороне Земли, и вспышка попала в Луну, вот излучение этой вспышки отразилось, и было зарегистрировано Короносом. Вот в таком режиме все-таки эту интенсивность измерить получилось. Ну и высчитав, сколько там, в общем, сколько долетело и сколько отразилось, примерно получили примерное представление, насколько интенсивно подобный взрыв. То есть вот это как раз результат работы фактически двух российских приборов в космосе, но, к сожалению, Коронос, он реально, он отлетал, даже, по-моему, года не отлетал, что-то там у него случилось, в общем, он, по-моему, через 6 месяцев, что ли, вышел из строя. Дальше. Опять же, российский спутник. Можно в меня кидаться там чем-нибудь нетравмирующим, потому что я сказал, что в России один спутник научно летает, он, хоп, и не один. На самом деле, этот спутник, ресурс ДК, он сделался для съемки поверхности Земли. То есть, ну, конечно, изучение Земли, оно, в общем, тоже наука, но если мы говорим о науке, исследующей космос за пределами Земли, Вселенную, то здесь как раз единственный прямой аппарат, это спектр-р, то есть радиоастрон. А здесь прикладной спутник, который наблюдает поверхность Земли, подвез на своем боку два научных прибора, вот Памела и Арина. Как раз вот они, такая бочка, вот они, это и есть. Они регистрируют заряженные частицы, которые летают в космосе. Во время взрывов, мощных взрывов, там, тех же столкновений, там, черных дыр, нейтронных звезд, просто взрывов сверхновых, в космосе не просто отлетают джеты, но отлетают в принципе частицы, атомы, там, электроны, различных момент взрывов, все это разлетается, и оно все летает в постоянном режиме. Если нам говорят в словосочетании космическая радиация, обычно представляется, что это излучение Солнца. Большая часть того, что в космосе фониты, что наносит вред биологическим организмам, в общем, оно и до нас долетает, просто не все об этом знают, это как раз результат взрывов сверхновых, там, чуть ли в других галактиках, в других, в общем, далеко, совсем далеко от нас, но это летает везде, в постоянном режиме, и нам везет, что в большей части этого излучения, этих частиц, нас защищает наша атмосфера. А вот как раз от Солнца во всем этом, во всей этой каше космических частиц Солнце вносит всего около 5%, то есть меньше 10% космической радиации это то, что излучает Солнце. Поэтому, когда говорят, что от солнечного излучения защищает магнитное поле Земли, это, в общем, правильно, но это от космических частиц магнитное поле Земли уже не защищает. И космонавты наши летают, получая воздействие вот этих тяжелых частиц, по полной программе, точнее не по полной, а по половине программе, потому что с одного бока их защищает Земля, просто они близко к ней летают, поэтому с одной стороны они защищены, а с другой стороны их защищает только 3 мм алюминия и не всегда. Вот чтобы изучать эти... И что еще в этих частицах важно в том, что они летят со скоростями, которые недостижимы даже в большом аттронном коллайдере. И когда мы изучаем эти частицы, их распад, если мы фактически выносим в космос часть датчиков адронного коллайдера, ну, еще не часть, а просто такие же или похожие датчики, как и того, что установлен в адронном коллайдере, мы получаем возможность пользоваться халяву космическим ускорителем естественного способа, который намного мощнее большого адронного коллайдера. И здесь как раз открывается уникальная возможность, которая на Земле недостижима. пока, по крайней мере, но там мощности гораздо превосходящие то, что могут в Цернии. Так вот, этот прибор, два, точнее, прибора помыла Алина, они как раз являлись таким телескопом космического излучения, направленным в обратную сторону. То есть, если телескоп ресурса смотрит в Землю, то этот, наоборот, смотрит в обратную сторону, во Вселенную и регистрирует все, что в него прилетает, вот таким образом, он из космоса. Вот примерно так выглядят его данные. У тебя почему говорил, что у нас ученые работают, но про них очень мало известно. Ну вот, какой журналист захочет об этом поторопиться рассказать в вечерних новостях? Вот это так примерно выглядит вспышка, вспышка на солнце. Вот что интересно, Памела занималась как раз регистрацией, кстати, занимается, ресурс ДК, он один из рекордсменов российских спутников, он уже, по-моему, одиннадцатый или двенадцатый год летает на Орбиде, снимает и продолжает работать эти приборы. Арина должна путать, Памела как раз регистрировала все, что прилетает из космоса, у Арины была цель поинтереснее. Она должна была определить, есть ли какая-нибудь связь между космическими частицами, прилетающими из других коллаклей фактически, и землетрясениями на Земле. То есть она проверяла гипотезу о том, может ли космическая радиация, космические излучения провоцировать землетрясение на Земле. Если сейчас фактически уже является доказанным фактом, что во время грозы молнии, возникающие, они возникают как раз в момент попадания космических частиц в атмосферу. То есть, если молния бьет, мы можем быть уверены, что где-то сверху в эту тучу попала космическая частица, разогнанная какой-нибудь там взрывом какой-нибудь сверхновой за миллионы, миллиарды световых лет от нас. И здесь как раз Арина пыталась определить, есть ли связь какая-нибудь с землетрясениями. Но по данным ученых, по-моему, в 23% удалось определить, что какая-то взаимосвязь есть. Но пока нельзя говорить, чтобы они там связаны напрямую. А вот это результат данных Памело. Опять же, то же самое, совершенно интереснейший график для ученых, совершенно непонятный для 98% наверное остального населения Земли. Здесь мы видим количество интенсивность частиц, количество частиц, которые поймала Памело. По горизонтальному графику мы видим их число. То есть чем интенсивность опять же у нас по горизонтальной, а по вертикальной их количество. Чем слабее частицы, как мы видим, тем их больше. А чем мощнее, тем их меньше и фактически мы уже там на единичный счет переходим. Вот буквально сейчас на Западе проходит, я не помню, где, по-моему, в Америке, проходит конференция, посвященная работе подобного же прибора, только американского, который установлен на Международной космической станции, там телескоп АМС-2, там целая конференция, куча ученых, они точно то же самое говорят о том, что вот, а мы там обнаружили, то обнаружили все. По-моему, новость была о том, что они обнаружили первые признаки темной материи, которые пока никаким образом напрямую посчитать найти не смогли. А вот здесь как раз многое из того, что здесь прилетает, это является, относится к античастицам, то есть к античастицам антиматерии. И как раз эти исследования пытаются найти первые признаки, поймать первые частицы темной материи, той, из которой состоит 25% примерно нашей Вселенной, и о которой ученые не имеют ни малейшего представления, кроме общей массы этой материи. Есть еще темная энергия, из нее почти все остальное состоит. Всю материю, о которой мы что-то знаем, ученые что-то знают, это 6%. А во всем остальном 6% Вселенной известны ученым, все остальное не кусочек Вселенной, а о всем, что есть во Вселенной, мы знаем только о 6%. А что остальное составляет материю Вселенной, не имеется вообще ни малейшего представления. Вот сейчас начали только первые вестники того, что может быть все-таки темную материю смогли поймать подобными датчиками. Дальше по-моему в конце 2014 года полетел еще один ресурс, на этот раз ресурс P2 даже. Он точно так же снимает поверхность с земли, но на нем установлен аппарат Nuclon. В принципе они похожи с помелой, разница только в том, что Nuclon может регистрировать интенсивность частиц в 1000 или по-моему даже в миллион раз мощнее, чем могла регистрировать помела и арина. Вот так он выглядит. Есть некая некий щит, который возникает распад частицы. То есть частица попадает в него, распадает. То есть примерно такая же картина получается с космическими частицами, когда они попадают в нашу атмосферу. Затем исключением, что здесь наверное по высоте где-то полметра, но может быть сантиметров 80, а для того, чтобы такой распад частиц произошел в атмосфере, нужно несколько десятков километров воздуха. И даже когда мы например в самолете возьмем гамма-датчик такой бытовой обычный с собой в самолет, при наборе высоты мы увидим увеличивающуюся дозу гамма-излучения, которое мы получаем. Мы получаем не галактическое гамма-излучение, мы получаем результат распада космических частиц, которые распадаются распадаются таким дождем, что называется как раз Cosmic Ray на английском называется, ну или космический дождь такой, который возникает из частиц, из веера частиц, распавшихся вот там частицы. На земле есть специальные телескопы, просто такие поля небольших приборов, таких ящичков, которые тоже не смотрятся у них нету гигантских зеркал, которые можно показать по Discovery. Это поле уставленное такими ящичками, но при этом оно регистрирует результат этого дождя и поняв сколько долетело до земли, можно понять, что влетело из космоса в нашу атмосферу. Здесь как раз вариант другой, ловля этих частиц в космосе и изучение распада непосредственно вот такими разноуровневыми детекторами. вот, но, а, да, пока пока нуклон вот только полетел, поэтому мы стоп, что-то у нас зависло. Вот. Нуклон полетел только сейчас, но данных мы о нем не получали, по крайней мере их не публиковали. Что-то они нам конечно уже получили. А мы переходим к следующим аппаратам, который занимается точно так же основная ее задача съемка земли, это Electroel, наверное, кто там знает, что такое зеленый код и видел этот блок, он, наверное, что-то слышал об Electroel. Это один из немногих российских спутников, который делает очень классные снимки земли в оптическом видимом диапазоне и единственный спутник, снимки которого выложены в открытый доступ, все снимки которого выложены в открытый доступ. И он снимает землю, по крайней мере сейчас у меня там проблемы есть, до этого снимал землю каждые полчаса, вот летал просто, точнее он фактически висел на одном месте над одной точкой земли, на геозационарной орбите, и снимал землю каждые полчаса. Такая веб-камера земли получалась, он, по-моему, три года проработал почти без сбоев, и все это лежало в открытом доступе, в архивах, просто можно было скачивать, лепить всякие анимации, мы там делали много классных вещей, там о том, как, почему, например, зимой холодно, а летом тепло, и взглянув, как солнце освещает землю зимой и летом, мы сразу понимаем, получаем ответ, почему так происходит, просто разный угол освещения у земли получается. Ну вот, сейчас мы поговорим не об основной его задаче, вот эти камеры как раз видны, а о вторичной, то есть на него понавешали разных приборов, которые занимаются исследованием уже солнечного излучения, которое до нас долетает и взаимодействия магнитного поля земли и солнечного излучения, что называется космической погодой. Вот он как раз здесь мы, это вот скрин, по-моему, пару недель назад я делал, здесь как раз в момент, когда на земле проходила магнитная буря среднего уровня, обычно эти графики где-то вот так ползут по нижней части, вот, и это, в общем, тоже такой режим он работает в постоянном режиме, и там нет каких-то там феноменальных открытий, просто это одно, один из таких метеорологических космических датчиков в космосе, позволяющий наблюдать как раз взаимодействием магнитного поля Земли и Солнца. Вот, и мы снова возвращаемся к радиоастрону, но на этот раз к спектру R, на этот раз поговорим о другом его эксперименте, который называется плазма-F, это просто прибор, задача которого как раз исследовать взаимодействие опять же с солнечным излучением и магнитного поля Земли, и здесь мы получаем, ученые точнее, получают, конечно, уникальную возможность, сейчас я просто отвлекусь, расскажу об орбите радиоастрона, я уже сказал, что он отлетает от Земли в оси до Луны, то есть у него такая очень выкнутая орбита, он, по-моему, 9 суток от отлится, вот он полный облет, 300, 350, около 350 тысяч километров в сторону, возвращается к Земле и снова, то есть он каждый, за каждый свой оборот входит в предел действия магнитного поля Земли и выходит из него, и в тот момент, когда это магнитное поле Земли получает удар солнечной вспышки, колбасит по-разному совершенно, и он может наблюдать этот процесс, точнее, проходя через границу этого процесса, он может наблюдать взаимодействие магнитного поля Земли и Солнца, вот здесь как раз схематично это прорывало, вот он, эта длинная орбита, которую он накручивает, ударная волна пришедшего потока солнечной вспышки и волна, которая, магнитного поля, которая принимает удар, вот здесь примерный график данных, то есть вот вспышка пришла и вот датчики начало так колбасить, вот, а у нас, наверное, сейчас будет перерыв, как раз, потому что дальше мы перейдем к исследованию планет, может быть, сейчас можно задать вот по этой части, по астрофизике несколько вопросов, потом будет 10 минут на перерыв, потом продолжим исследование Луны, Венеры, Парса. Как в Твери? В Твери классно, там было место, наверное, 1,20 этого пространства, плотность была примерно такой же, даже там пара человек на полу лежала. Можно спросить, а землетрясение, у вас нету данных случайно, как объясняют связь космической радиации с землетрясениями? Просто обычно предполагается, что это все-таки какие-то глубинные установки в земле. В землетрясении как раз проблема в том, что напряжение долго копится, почему вообще землетрясение возникает? Напряжение очень долго копится, и вот то, что срывает его, оно в результате, как получается, может оказаться совсем и не несущим там, может быть, кто-нибудь там, не знаю, там чайник уронит на землю, а это уже сработает, как детонатор, который сбросит вот это напряжение. Вообще, я слышал на уровне легенды, фактически, не поручусь за достоверность, но на уровне легенды я слышал, что пока на земле в 50-е и 60-е проводились интенсивные подземные ядерные взрывы, за это время не было ни одного мощного землетрясения. То есть, фактически, эти взрывы, небольшие стряски, которые искусственно создавались людьми, они сбрасывали вот это внутреннее напряжение, и получалось, что ничего дико мощного не возникало. Но я говорю, здесь за достоверность не поручусь. То есть, вы сказали, в 23% случаев есть четкая корреляция между вспышками гаммолучей и... Не вспышками гаммолучей, прохождением мощной, ну да, мощной частицы. Да, вот там рука далеко не была. Ваши, да. А вот вы сказали, что известно только 6% человечества от всего возможного, что можно знать все. А что примут за 100%? Как вас известно сейчас? И какой вопрос подсчет? Там проблема была с галактиками недавно, не так давно, в общем, почти все, что мы знаем о Вселенной узнали в 20 веке. Очень немного из того, что было известно до этого. Так вот, где-то там, я не могу точно в середине, скажем, где-то 20 века научились определять дальность других галактик. по сверхновому первого типа, тип 1А. Когда посчитали, то получилось так, что не сходилось то, как они должны были разлетаться, и то, как они разлетаются на самом деле. Получалось, что они должны были разлетаться гораздо быстрее. И тогда пришло, для того, чтобы сошлось то, что мы наблюдаем, и то, что мы знаем о материи, о гравитации, пришлось ввести такое понятие, как темная материя и темная энергия, чтобы у нас сходилось, чтобы у нас, ну, фактически получилось, что нам пришлось намного больше добавить в наблюдаемую Вселенную больше добавить просто математические массы, чтобы она начала вести себя так, как мы ее наблюдаем. И получилось так, что ее масса того, скажем, того, что мы наблюдаем, точнее, то, что мы наблюдаем, должно работать так, как мы наблюдаем, только при том условии, если оно весит в 20 раз больше, в общем, та материя, которую мы наблюдаем. И вот этот парадокс непонятия, непонимание того, что, как себя ведет Вселенная и сколько, и что мы о ней знаем, как раз и породил такое наименование, как темная материя, темная энергия. Да. Датчики, установленные на последних спутниках, Арина, помела, они захватывают только тяжелые частицы или на нейтрино они тоже как-то рассчитаны? Нет, нейтрино они не углавливают, они только заряженные и массивные частицы. Так, вот там еще руки тянулись. Скажите, пожалуйста, датчики на заряженные частицы, они же имеют какой-то ресурс и насколько примерно рассчитан ресурс, допустим, помыла или... Честно, наверное, какой-то ресурс есть, но я не встречал данные по каким-то численным исчерпаниям. Мне встречались данные, что помыла проработает до 2009 года. Не встречались данные, что она работает до сих пор. Вот реально, может быть, там получится встретиться с кем-то из научных специалистов, кто с ней работает, и просто спросить, как она там работает, не работает. Ну, уклон только начал, я думаю, ну, как минимум лет 5 он точно проработает. Там больше, скорее, даже его способ, длительность его работы зависит от управляющей электроники, сколько она протянет, сколько она сможет передавать данные, регистрировать, передавать, накапливать, передавать данные, столько, в общем, и мы будем получать. Там, может быть, возникнет такой эффект, как зашумление матрицы на фотоаппарате, то есть она не будет не все вспышки ловить, но она будет более интенсивной, и она все равно будет регистрировать очень-очень долго. И еще вопрос. Вы говорили про джеты, ну, про яркие вспышки в гамма-диапазоне, в оптичном диапазоне. А были ли какие-нибудь случаи, чтобы был ослеплен какой-нибудь прибор с такой вспышкой, или чтобы... Ну... Вообще, возможность такая... Засвечен был. То есть, то, что мы там видели, пик уходящий вверх, это, как раз, результат засветки. То есть, он был просто... Он видел просто белый экран, грубо говоря. Но чтобы он перегорел, насколько я знаю, нет, хотя, может быть... Да, может быть, что-то и было, просто я об этом не знаю, не встречал информацию. Да? Вы говорите по поводу того, что есть ли... Давай так, есть ли у России собственные научные проекты целиком, потому что все, что вы говорили, они так или иначе международные. Ну, почему помело, ну, клон, они вполне российские. И они... Они все-таки пределаны к отдельным... Ну, они пределаны все равно к российским аппаратам. Они пределаны к российским аппаратам. в смысле, что аппарат не целиком предназначен для... Целиком, астрофизически, его пока только радиоастрон. О проектах... Но вы сказали... О проектах будущих аппаратов я в конце скажу. Там есть несколько интересных проектов, я с нетерпением их жду. И каждый раз с негодованием встречаю информацию о том, что их откладывают на подальше. А радиоастрон, не сказать, что же как-то относительно международный? Он международный не спутник. Он международный проект, потому что тарелки на Земле используют... Прочти все большие радиотелескопы мира работают так либо на постоянном режиме, либо в парадическом режиме со спектром R, то есть в режиме радиоастрона. Работают и наши. Насколько я знаю, работает Дальневосточная и, по-моему, в Медвежьих озерах под Москвой. Не хочу врать, но по большей части наиболее, как скажем, интересные данные, которые получали, они получали либо в паре с американским, с американскими тарелками, либо с европейскими. Да? Путин, если возможно, можно сказать про аварию Электроэл, что-то свежая информация проходит, что сейчас не происходит. Я просто почему вопрос, вы сами же писали, что спектр вообще говоря, у него такая же платформа, его то же самое ожидает. Что сделано с этим? Там, у него такая же платформа, но немного, точнее, не немного, а в два раза мощнее ресурс вот тех блоков, которые мешали ему, точнее, мешали Электроэл работать нормально. В общем, в чем смысл? Чтобы управлять аппаратом в космосе, мы не можем ни от чего оттолкнуться. Поэтому используют систему двигателей махаряков. Колеса такие, которые, если мы закручиваем колесо в одну сторону, он, соответственно, отклоняется в другую сторону. Поэтому тремя колесами по трем осям мы можем управлять спутником во все стороны, вертеть его во все стороны. Так работают, в принципе, все космические аппараты, там, все космические телескопы. Вот, например, похожая история с Кеплером была, но у него выходили из строя фактически сами колеса, сами двигатели-маховики. У Электроэл вышла из строя система управления ими, то есть она просто перегревалась. Там какие-то блоки просто перегревались, и она на автомате их отрубала. Вот они учились обходить эту проблему, они учились полгода, в конце концов, запустили, сейчас он кое-как работает, его там все равно потряхивает периодически, работает он только в рабочее время, то есть они пришли на работу, включили, он снимает. Собрались уходить на работу, там, уходя с работы, выключили Электроэл. У них реально так и происходит, то есть он работает в рабочее время, по московскому времени. И там выходные, по выходным точно так же. У спектра-эр, у него, у спектра-эр такая же платформа, вот она, сейчас, где она тут, вот она, платформа-навигатор, производство МПУ-Лавочкина, она такая же, но там, потому что у него тарелка больше, ему нужно было интенсивнее ее оборочить, там двойная система, фактически, дублированная, то есть там не 4 двигателя, как обычно, 3 управляющих колесо, одно запасное, у него их 8. Почему 4? 6 же должно быть? Нет. А Хабли 6 ставит, их меняют. 3 нужно как минимум, но обычно ставят 4, чтобы одно было запасным. Поэтому, вот 4 на Электроэл и 8 на спектре-эр. Там говорят, говорят, что-то уже нехорошие симптомы, которые возникали на Электроэл, они уже тоже возникают. А поскольку, ученые уже инженеры лавочкинские, они более-менее научились, вот это как раз тот же самый навигатор, платформа, более-менее научились обходить эту проблему, а они сейчас уже на Электроэл, на спектре-эр, они уже стараются не усугублять до такого состояния, чтобы там все перегревалось, включалось и тому подобное. Вот там руку несколько раз тянули. Вопрос был касательно землетрясения. То есть, суть идеи такова, что при попадании вот этого каскада частиц они приносят достаточно, вместимо достаточную энергию для того, чтобы как-то действовать с поверхностью. Правильно? Получается, да. Даже с поверхностью, а с геологическими слоями на десятках километров глубине. В обычной классической механике, да, Шинтан? А можно тогда к расчетам этой энергии, которая... Вы говорили, что есть целые поля вот этих блоков, которые замеряют каскады, а можно какой-то окончательный цифр по энергиям выдать? Вот, то есть, действительно, они приносятся к поверхности с такой силой, что постепенно, я так понимаю, не смещает просто некое равновесие, как считают ученые. А корреляция 20 и концерта это не очень серьезно. Ну, гипотеза такая, да, то есть, здесь как раз это не теория, а именно просто проверка гипотеза. Это гипотеза, смотри. То есть, можно просто, может, я пропустил этот слайд с показанием по энергиям, что там есть? Нет, по энергиям сейчас. Вот есть данные по мэллы по энергиям. Вот она. Но здесь не указана корреляция, которая указала на эти... Это, я так понимаю, интенсивность от энергии. Просто. Да, да. Есть уже по этому вопросу, я думаю, здесь надо уже глубже в публикации залезать, где-то откапывать, что-то, может быть, попадется. Я на этот вопрос не смогу ответить. Здесь, как бы, частиц с высокими энергиями принадлежит на малое количество. Да, но это площадь, площадь датчика, ну вот, наверное, полметра в диаметре, может быть, чуть больше, нас метров в диаметре. Это площадь совокупности всех датчиков, а не битого датчика? Нет, это площадь датчика Павелла, тот, того, который вот... Вот этого. вот интересно, вы получите такой слайд, но с данными с наземных источников. Ну, это уже тема для дополнительной, для еще одной лекции, там, российская наука на земле, там, российская астрофизика на земле. А данные по этим касательным есть ли это в открытом датчиках? Погуглить надо просто... Что-то может быть опубликовано на каком-нибудь Nature, например. То есть, большинство таких самых интересных исследований, оно опубликовано на английском. Вот реально проще найти на английском исследование российских ученых, чем найти эту же публикацию на русском. Да? А вопрос по электроэлл. Там сказали, что там пароходы, которые космические частицы солнечные в углу стоит. Вот, а данные по этим частицам тоже в открытом Вот мне встречался вот этот график, он в открытом доступе в режиме реального времени идет. То есть, вот они здесь. Я этот слайд готовил к 12 апреля, вот он 11 апреля заканчивается. В общем, вот по этому запросу по идее на гуглить можно, он не так далеко спрятан. Можно на солнечной датчике электроэлл погуглить что-нибудь он выдаст уже. А он как-то эти частицы сепарирует? Там есть какой-то сепаратор в нем? Разделяет ли он их? Скорее всего, там просто несколько датчиков, которые с каждой свою энергию регистрируют. Частицу со своей энергией отдельно. А вот там вот вы ящик показывали, который полметра. А зачем в принципе у него встроена система, чтобы он регистрировал, как раздробляются частицы, проходя атмосферу? он, у него нет задачи регистрировать как атмосферу. Он просто, его задача, это скорее всего какая-нибудь свинцовая плита, попадая в которую, частица просто распадается. Если не будет вот этой плиты, она просто прочешет через все датчики насквозь. и они даже не смогут, они же регистрируют каждую свою интенсивность, если она прошьет с интенсивностью выше, чем все, что они могут зарегистрировать, он просто не заметит ее, или они будут просто все засвечены насквозь, и не смогут определить какая даже энергия была. Будет понятно, что супермощный, а насколько сказать будет не получится. А что там на графике по осям? Не видно просто. Здесь это скорее всего различные материалы, которые... Это я вижу, это слезы, углерод и фосфор, а по осям что отмечено? С одной стороны это площадь, а со второй по ОХ. Это что? Энергия, скорее всего. Это Е. Да. Так вот, там, далее. Можно погромче чуть-чуть? Смешмят, которые там присутствуют на МКС, они же получают колоссальную дозу радиации. Как они представляют? Не такую же колоссальную, но они за полгода на МКС они примерно получают столько же, сколько получает работник атомной электростанции за 4 года. Это есть некий предел для насосов, это по-моему один зиверт, сколько может получить астроном за всю свою карьеру. В принципе, 0,4 зиверта за один момент полученный убивает человека, а у них предел карьеры это вот один зиверт на всю свою жизнь. В принципе, сколько вот у Крикалева 807 суток на орбите, точнее с перерывами, скажем так, вполне жив, здоров, там сейчас в Роскосмосе рулит или пытается рулить. Не всем Роскосмосом, но в коридорах Роскосмоса я его видел, у меня одна карта. Хотя сам-то я был там раза три, наверное, младше. В общем, он там постоянный. есть интересные результаты по эксперименту матрешка. Это как раз радиационные данные по радиации, которые получает человеческое тело. Оказывается, что даже то, что их там защищает, три миллиметра, там, пять миллиметров алюминия, защищает. От гамма не защищает, но, как мы сказали, гамма там не главное, там главные частицы, которые как раз от значительной степени частиц, она тут удается защищать. Алюминий и даже получилось так, что скафандр, который, в общем-то, не создавался для защиты от радиации, но даже скафандр снижает на 15% получение, в общем, ту радиацию, которую получает тело, в зависимости от той радиации, которая регистрирует датчик радиации на внешней стороне скафандра. В общем, защита есть, хотя далеко не такая, на которую можно было полагаться при перелете на тот же Марс, например. Так, ну, в общем, тоже гордость и грусть, по большей части грусть нашей межпланетной космонавтики. Здесь изображены два, две единственных попытки Российской Федерации именно в своей государственной форме Российской Федерации начать свою межпланетную программу. Дважды была попытка такая совершена в 96-м году и в 2011-м. И дважды эта попытка закончилась в Тихом океане, к сожалению. Марс 96-м был очень интересным проектом. Он состоял из орбитального модуля. Вот одна часть орбитальной модуля была. У него было два спускаемых модуля небольших таких и два, вот здесь их не видно, к сожалению, два конетрометра. таких 2,5-метровых металлических кола, которые должны были просто с большой скоростью воткнуться в поверхность Марса, проникнуть на глубину 6 метров. В них должно было сохраниться некая электроника, которая после пережила удар и она должна была произвести исследование грунта на глубине около 6 метров. Но, к сожалению, ФОБОС-Групп еще более интересный, еще более амбициозный проект долететь до Марса, высадиться на ФОБОС, зачерпнуть кусочек ФОБОСа и вернуть на Землю. Вот по Марсу 96 не знаю, а на ФОБОС-Групп потратили меньше, чем в два раза денег, вообще 110 миллионов долларов на него потратили. Это меньше, чем в два раза от затрат Индии на их спутник, на котором пять научных приборов общим весом 15 килограмм, которые летают, там фотографируют и некоторые исследования атмосферы делают. Просто я к тому, что на него потратили беспрецедентно мало, и если бы он реально сделал хотя бы половину из того, что на него возлагали, это было бы уже техническим чудом. Но даже такого чуда не произошло, к сожалению, он даже не покинул околоземные орбиты. Когда в 90-е годы просто очень резко сократилось финансирование науки, финансирование космонавтики, но ученые хотели продолжать заниматься, вот их фактически последняя попытка того советского еще поколения инженеров-ученых, это был вот Марс 96, про него мало кто знает, потому что тогда еще не было такой широкой интернетизации, тогда не было такого понятия как демотиватор, который можно было про него нарисовать. Про фобус-групп все слышали, по большей части благодаря шуточкам, которые ходили после его падения. Про фобус-групп 96 мало кто слышал, потому что вот, но это был очень тяжелый удар по российской науке, по именно по межпланетным, очень много инженеров после этого падения ушло на какую-то некосмическую деятельность, очень много ученых, скажем, разочаровалось в своей деятельности, ну, в основном молодых, которые имели возможность куда-то там еще отвлечься, и после этого, с 96 по 2011 была следующая попытка, и то же самое. Но с фобусом-группом немного по-другому, скажем, он не оттолкнул каких-то людей от занятий космонавтики, прямых специалистов от занятий космонавтики. Он напугал руководство космической отраслью, которая теперь не хочет предпринимать что-то такое же амбициозное, интересное, по той причине, что оно не знает насколько, скажем, хорошо с положительной точки зрения будет пропагандистский эффект от успешной миссии, но оно прекрасно, оно руководство, оно прекрасно знает, какой отрицательный будет эффект от неудачной миссии. Поэтому по принципу лучше не делать ничего, все интересные межпланетные миссии отодвигаются на подальше, на подальше, на подальше. Простой пример там про углом, который потом в УМ-25 переименовали, в 2007 году ее обещали в 2012, в 2012 мы ее обещали в 2015, в 2015, точнее, в 2014 ее обещали в 2019, в 2015 уже говорят про 2021. То есть при этом там сложность самого проекта не такая уж высокая, захотели бы давно сделали, просто вот эта подсознательная боязнь снова облажаться, она отталкивает как раз от какого-то серьезного финансирования этих проектов. Ну, кстати, сейчас новое руководство в Роскосмос пришло, я за ними таких страхов пока не видел, может быть, с ними что-то сдвинется, но они только-только пришли, про них еще не слышали. Ну, ладно, когда как раз произошла в 90-е эта проблема с тем, что хотелось изучать планеты, но не было возможности ставить свои научные приборы на свои космические аппараты, пришло решение с международного сотрудничества. Как раз международное сотрудничество в космосе во многом с Советского Союза и началось, когда иностранцы ставили свои научные приборы для изучения там Венеры, вот на Венере изучали комету Галлея, потом на Фобосы ставили приборы для изучения Марса, и хотя там проект Фобос-2, Фобос-1, Фобос-2 в конце 80-х он тоже был почти фактически неудачный, только там Фобос-2 долетел до Марса и успел там полгода покрутиться. Но даже они дали какой-то результат, дали возможность ученым научиться взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. И когда 90-е годы начались в России, иностранные ученые сказали, окей, русские, сажайте свои аппараты, свои приборы на наши аппараты, полетели вместе. И даже если американцы сказали просто сажайте аппараты, будем вместе изучать, сажайте приборы на наши аппараты, будем вместе изучать. С европейцами получилось хитрее. Что в 90-е годы русские не разучились делать и до сих пор не разучились, это ракеты. И просто русские давали ракету, европейцы давали спутник, на этот спутник сажали европейские и российские приборы и отправляли все это изучать на Марс и на Венеру. Вот Марс-экспресс. Венера-экспресс я сюда не включил, потому что он, по-моему, три или четыре месяца назад завершил свою миссию. С 2005 по 2014 он изучал атмосферу Венеры, но миссия его закончилась, а сейчас действуют вот эти четыре из перечисленных аппаратов, которые мы сейчас как раз рассмотрим чуть подробнее. Марс-Одиссей, запущен в 2001 году, назван в честь фильма Космическая Одиссей и 2001 года, работает до сих пор. Изучает Марс с орбитой, но сейчас по большей части он работает как ретранслятор данных с марсоходов. Но он успел внести свой вклад в изучение Марса и в частности при помощи российского прибора HAND, который занимался определением содержания водорода в грунте Марса в верхней части, скажем, в поверхности части грунта Марса где-то на глубину около метра. Он это изучал при помощи нейтронов, которые прилетали, в общем, космических частиц, о которых поговорили в предыдущих сериях, так сказать, в предыдущей серии. Эти нейтроны влетают в грунт, отражаются от поверхности, вылетают обратно и их регистрирует прибор HAND. В зависимости от того, с какой скоростью они вылетают из грунта, ученые делают вывод о том, сколько атомов водорода этот нейтрон встретил при проникновении в грунт и при возвращении из него. А водорода это почти всегда вода, как считается. И из этого делается вывод о том, сколько, фактически, какой процент содержания воды в грунте был пока в том месте, где пролетел и отразился этот нейтрон, который зарегистрирован этим прибором. Благодаря этому была составлена первая, пожалуй, карта содержания воды в грунте Марса. Из нее видно, что как раз в приполярных вот здесь он правда здесь он по-моему эта карта перевернута, то есть это вот северный полюс, а вот здесь южный. Вот в северном полюсе определили высокую концентрацию и распространенную по большой площади высокое содержание воды и это стало дополнительным аргументом в пользу того, что мы наблюдаем просто за замерзший и закрытый пылью океан воды, который когда-то просто плескался на Марсе, а потом стало холодно, все это замерзло, все, что не успело испариться в атмосферу. Сейчас как раз недавно пришли новые данные, полученные при помощи радарного сканирования поверхности, они в общем подтверждают эти данные. А в 2008 году, то есть это вот 2001 полидел Марс-Адисей, в 2008 году как раз у северного полюса в 70-х широтах сел космический аппарат Феникс американский с ковшом, он зачерпнул с чистой вот этого поверхности слой пыли и действительно нашел лед водяной, который находился вот там где-то на глубине примерно 5 сантиметров под собственно под рыхлой пылью. И это было первое исследование, непосредственное исследование, первое, наверное, последнее непосредственное исследование водяного льда на Марсе, то есть воды, которую потрогали фактически руками. Все остальное в общем получено либо при помощи спектрометров за счет наблюдения издалека. И вот по поводу наблюдения издалека в том числе достигнут точно так же при помощи российских приборов. Российская ракета Союз, европейский проект Марс Экспресс, спутник, на котором установлены и российские приборы, либо приборы, которые разрабатывали российские ученые, а созданы они были там один Омега, сейчас про него поговорим. Вот здесь как раз он изображен с разгонным блоком фрегат, который его и отправил, фрегат к распроизводству Пулавочкина, который и отправил и Марс Экспресс, и Венеру Экспресс на, собственно, планетарные орбиты, и вот эти два фрегата, два разгонных блоков фрегата, это самые далеко улетевшие от Земли частички Российской Федерации, скажем так. Они вращаются где-то один между Венерой и Землей, второй между Марсом и Землей, вот они самые дальние вестники российской космонавтики, которые улетели в это время. Опять же, почему российские, не советские, советские улетали дальше. Даже мимо Марса пролетали, и улетали еще куда-то дальше. Вот. На Марсе Экспресс установлены на три прибора, в которых так или иначе задействованы российские ученые, все они по большей части занимаются спектрометрическими исследованиями, два из них занимаются исследованием атмосферы и один исследованием поверхности, исследованием грунта или того, что там лежит вместо грунта. Вот. Так, это у нас один из планетарных фурьер-спектрометра, он позволяет анализировать, смотря на поверхность, он позволяет анализировать содержание газов или пыли в атмосфере Марса. Вот он, кстати, один из первых регистрировал, вот здесь, по-моему, карта, карта метана в атмосфере Марса, которые долгое время, о метане долго спорили, то ли он там есть, то ли его там нет, а если есть, то как он появляется, что интересно, вот здесь синий цвет мало, красный цвет много. То есть даже вот на этой, здесь каждая полоса это замер спектрометром во время пролета спутника, то есть я такой полосой просматривал. И вот даже на этой карте достаточно незначительной площади покрытия можно увидеть, что концентрация метана в разных регионах Марса, она разная. В принципе, это подтверждается и наблюдениями телескопов с Земли, и сейчас примерно похожую не похожую по площади картину, но в одной точке подтвердил марсроходки Юриоси, то есть какое-то время года у него там метан регистрируется, в какое-то время года его нет, по крайней мере, у поверхности. То есть вот эта проблема, откуда он появляется, ну, куда он исчезает, примерно известно, он разлагается при воздействии солнечной радиации, но откуда он появляется, где выше его концентрация, где ниже, это как раз одна из задач, ближайших задач орбитальных, планетарных исследований именно Марса. Пока непонятно откуда, и, в общем, это одна из таких интриг, которые в ближайшие там 5-10 лет как раз будут будет развиваться на Марсе. Следующий, вот Омега это интересный спектрометр, который изучает как раз грунт Марса. И вот здесь, для примера, снимок южной полярной шапки, можем видеть, что розовым цветом это наблюдается углекислотный лед, то есть лед, который замерзший углекислотный СО2, а синим водяной лед. Но реально здесь не так мало водяной льда и не так много углекислотного льда, просто водяной лед, толстая водяная шапка замерзшей воды, она сверху покрыта небольшой толщиной, там около 2 метров примерно, слоем углекислотного льда. Но в трещинах мы можем видеть, что водяной лед выглядывает. А вот здесь карта распределения различных, ну, в общем, геологических минералов на поверхности Марса. И здесь даже есть различные карта пыли, то есть карта в тех мест, где больше пыли насыпано, где меньше, то есть где голая порода на поверхности. Здесь как раз вот эта карта, она отвечает на вопрос о том, почему Марс пятнистый, вроде бы, казалось бы, он пыль везде рыжая, ее всюду носит, и Марс должен быть одного цвета. Но он одного цвета во время глобальной пыльной бури, когда большая плотность пыли именно в атмосфере. когда она ложится, получается, что она ложится очень тонкой пленкой, под которой можно все равно видеть геологическую разницу в грунте. И где-то он более темный, где-то здесь просто в зависимости от того, что он содержит. Но здесь, к сожалению, мы не можем увидеть гидронтированные минералы, те, которые претерпели на себе воздействие воды. Но здесь просто нам разрешение проектора не позволяет увидеть, что там. Поехали дальше. Спекам — это еще один спектрометр, который исследует атмосферу Марса на просвет. То есть он обычно смотрит на горизонт марсианский, когда спутник летит. Сначала он изучал взаимодействие того, как солнечный свет проходит горизонт Марса. То есть Солнце заходит, и как свет проходит марсианскую атмосферу, как раз изучает прибор спекам и уже определяет там различные плотности распределения пыли, там газов каких-то в атмосфере или там, скажем, частичек льда углекислотного или водяного, там, ну, облака фактически. Вот он же первым, вот буквально недавно была новость о том, что вот, там, сюрприз, на Марсе обнаружили северополярные сияния. Там вот американский аппарат Маввен, у них реально назывался пресс-релиз, там сюрприз, мы там обнаружили полярное сияние. Реальность, этот сюрприз произошел в 2005 году, когда полярное сияние впервые зарегистрировал как раз Марс-экспресс с прибором спекам. Но как-то, вот, они реально просто решили скромно умолчать. Об этом, по крайней мере, в своем заголовке насовцы и сказали, сделали вид, что полярное сияние на Марсе впервые определены в 2015-м, или там, в конце 2014-го. Но это не совсем так, скажем так. Вот. После того, как они натренировались с Солнцем, которое уходит за горизонт, они немного усложнили задачу и начали смотреть на звезды. То есть, мы, наблюдая звезду, можно определить ее спектральный спектральный состав. Если она скрывается, уходит за, скажем, пелену атмосферы марсианской, мы можем регистрировать изменения, которые произошли со спектром свечения этой звезды и, получая разницу, получать уже ответ о том, что творится, собственно, в атмосфере Марса. В общем, тоже исследование, интересное исследование, которое не так интересно выглядит, как, там, что-то другое, оформленное более красочно. Поэтому, в общем, мы мало об этом слышим в какой-нибудь прессе. Вот. Следующая история уже про Луну и про интересный спутник Луна Реликоннинс с Арбитр. Это такой спутник-шпион, который наблюдает, главная его задача наблюдать поверхность Луны и снимать в высоком разрешении. Он снимает фактически до 25 сантиметров на пиксель. Это такой спутниковый съемки мы сейчас не найдем в Google Map на поверхности Земли. снимать с таким разрешением, точнее, публиковать снимки с таким разрешением разрешили буквально где-то несколько месяцев назад, в конце прошлого года. Раньше нельзя было публиковать спутниковые снимки Земли разрешением выше полуметра. здесь же мы можем сейчас вся Луна доступна в разрешении от полуметра до 25 сантиметров на пиксель. Мы можем наблюдать Луну, изучать Луну в качестве выше, чем мы можем изучать и наблюдать Землю в том же Google Map. Это возможности как раз камеры LRO. На нем стоит прибор, в принципе, идентичный тому, что стоит на Марсе Одиссеи и просто более совершенный, потому что сделан на несколько лет позже с использованием прежнего опыта, его разрешение выше, и он, в общем, занимается тем же самым, регистрирует улетающие нейтроны с поверхности и рассказывает нам о воде, которая находится... Сейчас, где она так... Так. Сейчас мы еще сделаем один перерыв. Вот. Это карта распределения воды, полученная прибором лент, на этот раз он называется собственно на Луне. С Луной и с водой Луны, что интересно, мы тоже видим повышенную концентрацию воды у полюсов, но здесь немного другая причина считается возникновение этой воды. Это, опять же, считается, что на Луну падали кометы ледяные, там, где они падали, где на них попадал солнечный свет, все испарялось, улетало дальше в космос, а у полюсов, в кратерах у полюсов, там, где вечная тьма, где вечная тень, куда никогда не попадает солнце, там лед может, в принципе, вполне спокойно сохраняться. И до недавнего времени, в общем, до того момента, как полетел Лен и получил данные, считалось, что, в общем, это логично. Вот мы полетим в кратерах, там найдем лед, там, надо строить базу и все остальное. Но если присмотреться вот к этой 3D-карте, мы увидим любопытную, любопытный объект, где вот в синим, как раз вот здесь мы видим, да, вот подтверждение высочайшей концентрации воды в грунте на дне кратера. Но здесь мы видим точно такую же концентрацию, высокую концентрацию воды на горе, которая почти постоянно освещает солнце. И вот из-за этой горы, из-за этих данных, в общем, американские ученые, которые управляются ЛРО, и наши ученые, которые управляются на том же ЛРО с этим, с нашим прибором, они очень долго спорили. Американцы говорят, ну как же так? Вода должна быть в кратерах и не должно быть на горах. А наши говорят, а мы что не знаем, у нас показывает. Американцы говорят, наверное, вы ошиблись. Наши говорят, нет, в остальном не врет и здесь не врет. Давайте думать, почему. Но обычно рабочая такая гипотеза, что здесь мы видим лед, а здесь на горе просто скопилось много атомов водорода, который нес солнечный ветер. Опять же, проблема, почему-то, скажем, здесь есть, а здесь нету. В общем, даже на Луне есть еще такие вещи, которые пока ученым неизвестны, непонятны. И, в общем, наши здесь, опять же, оказываются теми, кто портит всю картину и говорят, что давайте их изучать дальше. Мы далеко не все знаем, как нам кажется. Вот. На марсоходе к Юриосте постоит похожий прибор, только у него есть отличие, что он работает не только в пассивном режиме, регистрируя то, что прилетает из космоса к нам. Но и у него есть собственный датчик нейтронов, точнее, источник нейтронов, которыми он бомбардирует поверхность. Он точно так же определяет содержание водорода в грунте на глубину примерно 60 см. и у него есть любопытные данные и вторичный результат то, что вот этот датчик нейтронов, который работает время от времени то включает, то выключает. Когда его включают и он начинает работать, он очень сильно зашумляет камеры марсохода. Они начинают снимать с очень высоким на задних камерах, где он стоит сзади и камеры сзади стоят. Можно даже видеть, взяв две фотографии, можно видеть, где дан включен, а где не включен. То есть там, где он включен, там появляется эффект снега, просто очень много белых точек, потому что он начинает фонить. Но результаты есть, в общем, это не мешает научной работе марсохода, и результаты есть. Самое интересное, что обнаружили, даже на глубине 60 см, обнаружили два слоя. Сначала он двигался, получалось так, что верхний слой сухой, там где-то 1-2% воды содержался, нижний грунт, нижний слой получался такой более влажный, там где-то 3-4-5% грунта влаги находилось. Потом он шел, ушел, и эти слои поменялись. Верхний оказался более влажный, где было чуть ли не до 6% влаги в грунте, а под ним оказался сухой, опять же, с 1-2% ну, это, не сказать, что это парадокс, сказать, что это что-то удивительное, но это просто вносит новые данные в картину у меня сейчас просто батарейка на нулбуде садится, поэтому я немного тороплюсь. Сейчас мы дальше поговорим уже в свободном режиме. Вот что дальше. Про планетарные исследования. Очень жду, очень интересные вещи должны быть, когда полетит Экзомарс. Экзомарс летит по прежней традиции европейско-российской, аппарат европейский, ракета российская. Сначала полетит спутник и небольшой посадочный аппарат. Уже на посадочном аппарате будут российские приборы и что самое интересное, там будет первый микрофон, который должен включиться на Марсе. Точнее, американцы дважды отправляли туда микрофоны и оба раза они не включились. И когда говорят, почему на таком огромном марсоходе Юри Уорсити не установлен микрофон, мне кажется, потому что они просто из-за суверия не стали его ставить. Один раз, когда они поставили микрофон на аппарат, он просто разбился, второй раз у него был микрофон, который соединен с камерой. И у него не только не включился микрофон, у них и камера не включилась. И после этого они решили, ну нафиг этот микрофон, все равно у него толку немного, полетит без микрофона. Наши пока не боятся, наши микрофоны поставили и в 2016 году, я надеюсь, что там в 2017 году мы все-таки услышим марсианский ветер. В 2020, обещаю, в 2018, скорее всего съедут на 20, полетит марсоход, который должен будет бурить грунт на глубину до двух метров и искать жизнь. Главная его задача искать жизнь и это должно, это будет интересно. В марсоходах юриосити бурс 7 сантиметров. 7 сантиметров, 2 метра, разница есть, поэтому нам будет явно интересно смотреть, что он найдет. И вот лунные проекты 20, луна 25, 26, 27, раньше они назывались луна глоб, луна ресурс. Это интересные проекты, один орбитальный спутник, два посадочных, буровая установка, но они, как я уже сказал, они постоянно откладываются. Вот 2018, это уже можно зачеркнуть, скорее всего, 19, а то и 21. Это обещают, это не значит полетить. Два года, там, три года назад они обещали, что 25 полетит в 13. Поэтому хочется, но вот не может. И по поводу астрофизики. Спектр УФ это телескоп в видимом и ультрафиолетовом диапазоне, диаметр 1,6 метра, он будет меньше Хаббла, у которого диаметр объектива телескопа 2,4 метра, но к тому времени, когда он полетит, Хаббл, скорее всего, будет, либо его уже не будет, либо он будет неполноценным и будет очень плохо работать, потому что ремонтировать его больше не будут. И он займет то, что называется экологические ниши. Он станет главным поставщиком красивых фоточек в интернет. Я, по крайней мере, надеюсь, если он будет работать так же надежно, как и Хаббл. Но как раз там будет платформа навигатора, она вроде бы отработана, уже прошли испытания. Ну, я надеюсь, он будет очень круто летать. Главное теперь дождаться, когда он полетит. Сейчас вроде бы на 21-й год его обещают. Спектр РГ должен полететь уже с года на год. Года-3 уже как должен полететь с года на год. Его каждые полгода перекладывают, но вроде бы в 2015-м или в начале 2016-го все-таки должен полететь. РГ это рентген гамма, то есть он примерно будет выполнять задачи, которые сейчас выполняют как интеграл и просто будет смотреть в другую сторону и немного в других диапазонах. И спектр М он будет таким же скучным, как радиоастрон, он будет наблюдать в миллиметровом диапазоне, но его возможности таковы, что он будет наблюдать качеством выше, чем что бы то ни было, можно создать наблюдающие в миллиметровом диапазоне на Земле. И в принципе там открывается перспектива вплоть до обнаружения следов деятельности биосферы на экзопланетах, на планетах у других звезд. В теории все красиво. Года три назад сказали, что сделать его невозможно вообще просто физически с учетом современных технических возможностей полгода назад начали публиковать с первой снимки о том, как его начали делать. Изменили производителя, и этот производитель говорит, ну, пожалуй, мы будем делать, наверное, это все-таки можно сделать. А сейчас они, по крайней мере, делают этот внешний щит тепловой, который должен защитить от солнечного излучения. Но если начали, это уже радует, это уже хорошо. Когда полетит непонятно, скорее всего, в 20-х, но все-таки будем ждать. Ну и все. Тут можно найти ресурсы. Вот это официальные источники Института космических исследований Российской Академии наук, вот это неофициальные источники зеленого кота, где можно все последние новости о космосе читать максимально оперативно, насколько это возможно выкладывать, насколько выкладывают ученые. Проще всего это сфотографировать на мобильнике, если это действительно кому-то интересно. И сейчас это погаснет через две, потому что садится батарейка, лучше это сделать сейчас. А потом будут вопросы-ответы. На вопросы-ответы у нас пять минут, потому что через десять минут начнется, придет все, мы погасаем. Придет новый вектор, он расскажет, будет автором книги, и расскажет философия будет, тайны легенды Петербурга, вообще что-то должно быть интересное, но не космическое. Так, вопросы, да? у вас ноутбук выключился, поэтому нет возможности проверить. Как нам говорили про спектр то ли метана, то ли аммиака, там разброс был от десяти ппб до тридцати ппб. Вот спектрометрический анализ, он тоже забывает то, что там ошибка ппб уже идет. То есть такие данные на спектропотометр получить довольно сложно, разделить от тридцати ппб. Суть вопроса в чем? ппб это частиц на миллиарды. Я знаю, что это пппб. Я не вам объясняю, я понимаю ваш вопрос. Попытаюсь на него все-таки ответить, но сначала я объясню, о чем мы вообще говорим. Что такое зарегистрирован метан в атмосфере масса? Представим, есть атмосфера там, литр, условный литр атмосферы. В этом условном литре атмосферы один миллиард молекул каких-либо газов. Вот метана там зарегистрирована от десяти до тридцати штук молекул метана на миллиард всего остального. Вот десять штук молекул это мало метана. Тридцать штук молекул по сравнению с миллиардом остальных это высокое содержание метана. Вот что такое метан в атмосфере Марса. Это совсем не то, что можно там зажечь конфорку. По поводу этот разброс можно записать в ошибку спектрометра потому что слишком малая разница. подобный же разброс дают спектрометры наблюдающие Марс с Земли подобный же разброс дают спектрометры Curiosity которые наблюдают изучают атмосферу непосредственно. Они работают по одному принципу? Нет, они работают по разным принципам. На Curiosity газовых хроматограф стоит. Серьезно? Да. Можно еще ответить вопрос? Давайте. Есть ли на каком-нибудь из вот этих вот марсноходов рентген адресант на ализаторах? Есть, на Curiosity есть. Вот там руку тянули. Да, да. А вот у меня такой вопрос. Вы сказали, что атмосферные сияния были ответы еще на полярные сияния. Да, мне чуть не понятно, чем так подлинно. Известный факт, что на Марсе не будет полярного магнитного 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 кусочков. Ну вот оно кусочками, но не думаешь, даже эта остаточная магниченность едва заметная. Не думаешь, что даже оно даст полярные сияния. Оказалось, дает. Казалось, как раз там, где есть магнитное поле, там и могут быть сияния. Не думали, что настолько слабое магнитное поле, там в тысячи раз, по-моему, не в миллион раз слабее, чем на земле. даже оно оказывается дает полярное сияние. Нет, не с атмосферой, а с атмосферой, да, но в тех местах, где оно отклоняется магнитными полями. Потому что если в полном режиме, в обычном режиме, они не светятся так, чтобы мы были видны. Магнитные поля собираются в один сгусток, в одну точку, и там уже их интенсивность космических лучей позволяет видеть свечение. Скажите, перекрывается ли планируемое время работы радиотелескопа, который уже вращается по орбите с тем, который собирается запустить, и планирует ли использование двух радиотелескопов как общей базой, а не с земными? Спектр М не сможет работать со спектром Р, потому что они наблюдают в разных диапазонах. У спектра Р сантиметровый диапазон от 1 из 6 а у того будет миллиметровый там. Проблема, точнее, спектр Р, в принципе, он уже чудо, что он до сих пор летает. Он летает 4-й или 5-й год, и каждый день, который он летает и работает, для ученых, которые с ними работают, как подарок, они мало сейчас публикуют данных, потому что они заняты набором этих данных, они каждый день по максимуму выживают из него то, что пока откладывается просто в какой-то архив в базу данных, потом, когда он доработает до 20-х годов когда должен полететь спектр М, он уже не доживет. По слухам, 2 копии спектра Р собираются строить китайцы, но пока они строят, когда сделают, конечно, это будет круто. Мы увидим, разрешение будет в 2 раза выше, чем у спектра Р, но пока это тоже, скорее всего, 20-е годы, даже если они это и сделают. Ну и еще забавный вопрос. А на Побосгрунте был микрофон? Нет, потому что он не предполагал входить в атмосферу Марса. Можно про Побос в следующем вопросе? Вы сказали, что он должен зачеркнуть с Фобоса с земной, грунт, и Фобоса. А зачем он будет возвращаться? Почему нельзя в таком же режиме, как вы перевесите, анализировать на месте? Считается сейчас, что Фобос это результат выброса грунта Марса во время падения какого-то мощного тела. Проблема с тем, что сейчас у нас есть несколько метеоритов, прилетевших с Марса, но нет ни одного кусочка Марса, который мы привезли бы сами. Сесть на Марс и взлететь с Марса гораздо труднее, чем, скажем, сесть и взлететь на Луну. Но мы с Луны беспилотами привозили. И вопрос доставки с Марса грунта, он, это вопрос будущих десятилетий, когда это решится. Лайт-версии, упрощенной версии такой решения этой задачи был как раз Фобос. с Фобоса взлететь легко, грунт на Фобосе скорее всего марсианский, и чтобы добыть марсианский грунт, не обязательно садиться на Марс. Почему нельзя изучить там? Столько, сколько можно изучить здесь, там даже какой-нибудь грамотного грунта, столько приборов, туда не уйдешь. И погрешность этих приборов, которые мы можем довести туда, она, конечно, будет ниже, чем то, что мы сделаем здесь. Поэтому грунт Марса или там грунт Фобоса он гораздо интереснее ученым здесь, чем там. Вот да, вы руку тянули. Насколько сплоченного сообщества ученых, которые занимаются в космосе, с точки зрения политики нет такого, что, допустим, американцы чуть узнали, но не сказали, или не начали. Ну, а ладно. Учем. Сотрудничество в космосе, наверное, одно из самых, ну, в принципе, в такой фундаментальных исследованиях там границ почти нет. Вот простой пример с тем же Фобосом Грунта. Когда его запустили, там была проблема в том, чтобы он получил заряд там космических, космических частиц, перезагрузился, и та программа его отлета с орбиты Земли, она сбилась. Самое главное, ему нужно было просто дать команду, чтобы он все-таки полетел. Так вот, проблема была в том, чтобы попасть, а у него была узконаправленная антенна, и нужно было с Земли, антенны с Земли, попасть в этот луч антенны Фобоса, очень точно, чтобы успеть принять от него данные и передать на него данные. И для этого задействовали почти все доступные антенны, все доступные радиотелескопы, которые были на Земле. Искали реально все. и ребята, которые сами работают с Фобосом-Грунтом, они работали, у них была прямая связь с Австралией, и они говорят, мы слышали их вопли радости, просто когда они поймали первый сигнал от Фобоса-Грунта, просто там австралийцы, которым ни копейки не вложили в Фобос-Грунт, ни там, ни одной, не пригрутили ни одной гайки, просто вопили от радости, когда они смогли все-таки до него дозвониться. И это было как раз подтверждение, вот тогда мы реально ощутили вот это международное единение всех ученых, которым интересен космос одинаково, и границы им никак не мешают. Я понимаю, как вы спросили по поводу того, что скрывать, не скрывать, реально пока нечего скрывать в космосе из того, что имело бы смысл. То есть, мы здесь уже как раз обсуждали про богатство космоса и все остальное, Земля одна из самых богатых, и уж точно самый исследованный объект Солнечной системы, и пока в космосе даже намек они нашли, ну скажем, в Солнечной системе, из того, что мы могли бы добраться, добыть, исследовать или использовать. В Солнечной системе, ну кроме Делия-3 на Луне, наверное, ну пока мы его не можем использовать и в общем добывать его нечем, больше в Солнечной системе не нашли ничего, чего не было бы на Земле и что представляло бы реальную стоимость выше, чем на Земле. Вы скорее не проэкономили вам прополечку? Ну а здесь то же самое, мы не нашли ни одной летающей тарелки, никто не русский, ни американцы, никто не нашел и даже если найдем, я думаю, все равно изучаться она будет всей толпой. Ну просто такие вещи в принципе спрятать нельзя. Нельзя там, это это не два человека, даже где три человека, есть уже секрет скорее всего сольется на сторону. Простой пример с секретом это атомная бомба. Что можно было засекретить если нечем разработку атомной бомбы? При этом американцы секретили, а там через три дня после открытия там оно оказывалось на столе там у Курчатова или у Сталина. Самый секретный проект. И таких вещей в каком-то в таком комплексе. Вот с Марсаклотом к Юрёсте работает 400 ученых. Из них ученые Канады, Австралии, Испании, России, Финляндии. Так, Австралия говорил, говорил. Вот. И спрятать от всех невозможно. Заплатить всем им замолчание невозможно. Просто не хватит никаких миллиардов. Вот. Поэтому такие вещи не прячутся и никто их и не пытается спрятать. Спрятать реально. Ну потому что ты спрячешь а кто-то другой полетит туда увидит и скажет О, ребята, а что это вы там гнали-то? Это то же самое говорит про этих, про полет на Луну. А вот там они выкладывают только никто не снимает там места посары. Почему? А вот там полетели, бы узнали. То все понимают, что ну зачем врать, если любой там сейчас уже Китай запускает, Индия запускает. У Индии межпланетных аппаратов больше, чем у Российской Федерации. Но Россия может их запустить, просто не хочет. И все, если бы там реально что-то можно было как там разоблачить еще что-то, все бы это давно нашли бы и смогли сделать запросто. Поэтому в такие вещи ну просто не спрячешь, как шило в мешке. И были там всякие попытки рассмотреть на Луне, на Марсе, всякие там летающие тарелки, космические корабли. Но достаточно повнимательнее посмотреть второй раз, чтобы понять, что это просто порождение воображения. Если найдут, мне тоже задавали вопрос, если мы найдем летающую тарелку, это будет подарок всей космонавтике. Столько бабла сразу дадут инженерам, которые будут строить ракеты, они будут счастливы, да они рады любой, представьте, любой страны рад будет, если он найдет, это он всем раз трещит. И начнется реальная космическая гонка, все там ломануться, ловить эту тарелку или искать другие, это будет подарок всем нам просто. Если ресурсов хватит, давайте еще тоже об этом. Ну, понятно, все ограничено, но учитывая, что на всю космическую программу США за все время существования космической программы было денег потрачено меньше, чем на Пентагон в 2011 году, на всю космическую программу, считая полеты и на Марс, и на Луну, в том числе пилотирование. Это все меньше, чем один год финансированием военной программы. Примерно то же самое соотношение, если взять там в Китае или в России будет точно так же, просто масштабы поменьше. Если мы там хотя бы половину военного бюджета будем пускать на космос, то такое начнется, что там космическая висия 2001 года, она начнется на наших глазах, мы там будем в отпуск на Луну летать. Ну, те, у кого деньги, конечно, есть, но все-таки это будет реально. Ладно, наверное, уже мы воруем чужое время, надо, кто хочет оставайтесь, кто будет что-то интересное. В мое время, к сожалению, стекло. Я буду там до обед. Ну, полчаса еще буду, так что можно меня там ловить и пытать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...